Всем привет, с вами Виктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД6. И в этом видео я буду сражаться с нашим элитным Блунариусом, с которым, как оказалось, я даже ни разу не сражался. А может быть и сражался, но не побеждал, так как мне даже ни разу нет медали за победу над элитным Блунариусом. Как вы могли заметить, это то, что я там победил один класс, то есть я смог справиться с первым классом Блунариуса. Это на самом деле невероятная редкость в том плане, что я даже не представляю, как я это сделал, потому что это очень сложно. Оказывается, Блунариус это реально очень, особенно элитный, элитный Блунариус это очень сложный босс. Я его прям, если честно, я вам могу сказать, что это где-то, это восьмой дубль этого видео. Точнее, восьмой дубль того, как я пытаюсь победить этого Блунариуса. И каждый раз у меня что-то не выходит. Каждый раз что-то новое, что-то сложное. Я уже думаю, да что это такое? Почему всё так плохо-то? Реально очень тяжело было. Но мы будем смотреть, будем пытаться, будем искать новые тактики. Я немного посмотрел в интернете, чтобы хотя бы подготовиться, что из себя представляет этот Блунариус. Но пока я снимал вот эти вот восемь попыток, ой, что из себя первый класс представляет, я уже давно понял. Вот знаете, это прям вот вообще. У меня, ну, как будто голова уже не работает. И если что, я извиняюсь перед вами, если на записи у меня будет охрипший голос. Потому что я уже без остановки говорю более двух часов. И я надеюсь, что вы оцените то, что я сделал, то, что я делаю, по крайней мере. Что я продолжаю стараться, пытаться снимать видео. И поставите мне лайк за это. Пожалуйста, моля, мне это очень поможет. Пеногеноводы отправляем. Расширенное производство покупаем. Так, потом еще надо масштабное производство. Пока что у нас объединены с дротиком вместе с инженером справляются хорошо. То есть нормально, пока никто не проходит, к счастью. И не надо. Так, я еще узнал. Точнее как, по моему опыту, что тут очень тяжело ставить фермы. Точнее как, я тут их понаставлял. Так-то можно нормально сделать. То есть минимум ферм 14. Можно нормально так разместить. Это вот я сейчас прикинул так. Но я буду очень много акцентироваться на флипбустеров. Потому что они приносят деньги. При этом они еще наносят дополнительный урон. Что для нас будет просто невероятным счастьем, невероятным чудом. Все, что нам и надо. Так. Берем. Вторую ферму поставили. Тем временем, как бы, раунды усложняются. Шары все больше. Они все прочнее и сильнее. Как бы, даже быстрее. Поэтому я увеличил нашему инженеру радиус атаки. Как по мне, это очень полезный навык. Особенно в самом начале игры. Так. Масштабное производство. Есть. Все. Теперь он еще сильнее. Сильнее. Банановая ферма. Еще прибыльнее. Я аж... Чуть не понял, что я там сказал. Точнее как... Я понял, что я сказал. Я просто удивился, что я... Вообще-то сказал. Так. Сейчас немного шаров пройдет. Ладно, не страшно. Надо бы ему еще двойной пистолет прокачать. С двойным пистолетом ему уже... Ничего не страшно. И теперь будем дальше копить на наши фермы. Фермы надо прокачивать. Надо больше ферм, как минимум. Потом будем еще добавлять флибустеров. Так. Ну, на начальном уровне, как бы, и этого нормально. 18 раунд. Первый... Как это? Первый уровень босса. Первый класс, что-то называется. Нас ждет уже через 21 раунд. Ну, ничего, мы наждемся. Мы молодцы. Мы такие... Мы терпилы. Я терпила. По крайней мере. Так. Давайте... Пипец. Пока тут вставлю. Вся жизнь пройдет. Ой. Теперь у нас 4 фермы. И будем уже спокойно копить на наш первый рынок. Пока что не будем что-либо прокачивать, что будет сражаться с камуфляжем. Один шар пропустим, не страшно. Нам сейчас главное деньги отдавать в рынки, прокачку. А уже потом мы поставим что-то другое. Думаю, можем мага поставить огненного. Он как раз еще и камуфляж будет видеть. И это у нас сразу же поможет исправляться и с свинцом. Да вообще совсем, в принципе. Если так смотреть. Так. Почти второй рынок у нас уже есть. Так. И теперь нам, пожалуй, надо прокачивать мага. Потому что на следующем раунде уже пойдет свинец. Я думаю, что пока и без стены мы сможем справиться. Или же нет. Хотя, мне кажется, можем. Да. Дела обстоят у нас хорошо. Да, блин. Третий рынок у нас уже есть. Приближается, в принципе, и четвертый. Так. Я думаю, тут нам уже стена точно нужна. Потому что здесь очень много свинца. Хотя, мне кажется, мы бы и так справились. Ну да ладно. Так. Все, четыре рынка есть. Это очень круто. Флип бустеров, наверное, куда-нибудь вот сюда буду ставить. Потому что они так и урона больше наносят. И вот все. Так. Надо прокачать этому магу, чтобы он видел камуфляж. О, он же тоже будет видеть камуфляж. Блин. Как классно. И деньги плюс дополнительные приносит. Тут еще дистанция вот увеличивается. Это все, конечно, нам на руку. Идет. Плюс дополнительные деньги. То есть, по 200 монет за раунд, это неплохо. Вот по мне. Вот так вот просто будем идти. И еще я пока тут проходил, пробовал очень много тактик. Постоянно, конечно, ставил вот сюда друида. Только единственное минус в том, что я пока пытался его поставить. У меня лунариус уже где-то здесь был. И знаете, это немного было бесполезно. К сожалению. Ну, да ладно. Но, может быть, в этот раз что-нибудь получше будет. Потому что я реально, я уже столько перепробовал. Не всегда ведь, блин, будет комом. Может быть, в этот раз повезет. Так, еще тут прокачали. До первого босса совсем чуть-чуть осталось. Я еще пробовал сюда поставить. Обязан с бумерангом он прокачал на верхнюю линию. Примоглевы, они очень сильны. Особенно против шаров, которые выпускает этот блунариус. Дурацкий. Так, все, теперь копим на липкие бомбы. Липкие бомбы нам очень нужны. Так, все, липкие бомбы есть. Дополнительный урон. Также я хочу поставить алхимика. Просто это я доставил и сразу же мог всех их бафать. Правда, не знаю, сейчас у меня получится ли так сделать. И выгодно ли это вообще так будет делать. Так, первую мы пробили. Фу, справились. Я так только что испугался. Так, давайте на всех случаях еще одного купим. Два точно вроде должны справляться в ближайшее время. Блин, я что-то так криво поставил. Как будто бы сделал, чтобы нормально все было. Ладно, пускай будет так. Еще я бы его до некроманта прокачал эту нашу обезьяну. Невероятную. И теперь будем дальше ставить флибустеров. Я только сейчас понял, что в этот раз я даже не поставил бомбометатели, которых я всегда ставлю. И ведь пока что, слушайте, и без них справляемся. Так. Это что-то невероятное, если честно. Так, надо еще тут прокачивать. Идем дальше, чтобы больше денег получать. Некромант нам тут очень сильно помогает. Плюс вот эти вот две обезьяны с бумерангом. Посмотрите, какой урона они наносят. Ой, классно. На самом деле так много уже денег принесли флибустерам. Так. Что у нас тут пока нормально. Ставим побольше сразу же. Потом, когда у нас... Надеюсь, что мы справимся с первым классом, будем сразу же ставить рынки. Много рынков. Потому что ко второму классу нам уже надо быть желательно с друидом. С друидом за 45 тысяч, который... Типа дикарь такой. Я говорю, что я тогда постоянно ставил. И накопить не успевал. Как-то у меня реально было очень все плохо с деньгами. Потому что у меня все деньги уходили на то, чтобы задефать эти шары. Я очень много использовал шпилькометов. И как бы... Все было очень плохо. Все было безумно плохо. Вы даже не представляете. Так. Первый класс пройден. Сейчас я тут тогда чуть флибустеров доставляю. Так, муап. Муап это, конечно, штука такая себе. Поэтому мы оставляем нашего ниндзя. Он очень будет хорошо помогать с ними. Так, рынок. Рынок. Наш невероятный рынок. Правда, у нас все такая оборона. Можно сказать, на середине зациклена. Но главное, что она рабочая. Я даже не верю. У меня было... Ну, два раза я доходил до 65-го раунда. И на 65-м раунде как раз таки все время сливался. У меня были действительно большие проблемы. Вот потом я решил сфокусироваться на этом... На флибустерах, чтобы на них зарабатывать. И у меня тогда дела намного лучше пошли. А так, когда я смотрел прохождение элитного босса, это мне почти ничего не дало, потому что я смотрел вообще на другой карте, как его проходят. И там это было очень страшно. Мне также в комментариях писал один зритель в том, что карта довольно-таки тяжелая для этого босса. И что он, скорее всего, не накопит. Точнее, что он, скорее всего, не сможет пройти. Если он правда... Ну, я надеюсь, что все-таки у него получится. И я понимаю, если у него не выйдет. Потому что я до конца сам в себе еще не уверен. Так как это что-то с чем-то. Это реально очень сложно. Так, начинаем ставить нашего друида. Так, пятером его окружили наши верные люди. Так. Сейчас с комфляжем у нас тут некроманты пока справятся. А, и у нас еще тут хлебустеров миллионы. Так, сейчас я тут чуть подтуплю. Нам надо бы деревню поставить. Вот, потом еще сделаем так, чтобы все виды широк вообще она видела. Алхимика. Это очень полезно. Обязательно с дротиками, на самом деле, пока что так жалко продавать. Я ее, наверное, оставлю. Вот где-то здесь, посередине, я бы прокачал торговую империю. Пока что у нас вроде бы нормально. С деньгами можно попробовать сделать. Точнее как? Для начала это накопить надо. Так, пожалуйста, пожалуйста, дайте больше денег. Хочу торговую империю. Проверить, попробовать, посмотреть. Вот, все, она у нас тут есть. Она вроде дает большие бонусы. А все, что связано с бонусами, все это нам надо. Так. Что-то мы тут тоже берем и делаем. И нам теперь надо 45 тысяч. Казалось бы, ну всего лишь там, чего это. Ну 10 тысяч у нас уже есть. И это радует. Так. Пока что справляемся. Ну как справляемся? Справляться-то не с чем. Нам надо денег. Так, 20 тысяч есть. Я на всякий случай сюда шпилькомят поставлю, потому что иногда тут что-то опасное такое вылетает. И, к счастью, обязательно с бумерангами умудряется добивать. Но немного все равно страшно. Использую скилл Бенджамина. Дополнительные деньги это тоже деньги. Они нам очень нужны. Так. Тридцать-четыре тысячи уже есть. Тридцать-пять. Бумеранги прям молодцы, прям крутые. Сорок-три тысячи. Сорок-три тысячи. Сорок-три тысячи. О, сорок-четыре. Так, все, сорок-пять тысяч есть. Друид пошел в разнос. Ну как, я пока это разносом не назвал. Но урона у него явно больше стало. Ой, пипец. Кого мы только что выпустили. Так, начнем сейчас вот всех их прокачивать, чтобы бонус дать нашему главному друиду. И бонус вроде бы реально очень даже рабочий. Так, нам надо побольше денег. Пожалуйста, можно еще денег. Блин, жалко, что уже довольно-таки далеко все улетели. И очень тяжело наносить урон. Но, к счастью, у нас уже это... Друид очень хорошо урон наносит. И далеко проходит. Так. Шпилькомет нам точно надо сейчас вот прокачать. Потому что много опасных моментов начинается. У босса остается 110 тысяч хп. Уже не так много. Что? Меня очень даже радует. Как же все-таки друид хорошо урон наносит. Так, форсаж есть. Сколько у него? 350 тысяч урона. Так, обзорную разведку нам-то точно надо будет прокачать. Как мне кажется. Здесь давайте удалим на всех случаях место. Можно нам тут еще оставить. Просто, чтобы денег больше появлялось. Мне кажется, что у нас друид справится. Я всей душой на это надеюсь. 68 раунд. Это уже мой рекорд. Вы представляете? Так. Бенджамин, ты тут своими гайзами меня только пугаешь. А что, все, больше не влезет? О, там что-то есть. Блин. Ладно, 19 тоже неплохо. У босса остается 60 тысяч хп. Ну и сейчас он как раз подлетит к друиду. И друид ему вообще не даст выйти из этой битвы в живых, как минимум. Еще круто, что флипустеры все-таки, несмотря на то, что они не прокачаны, как бы урон тоже наносит. Нормальный причем. Надо бы им тут это тоже начинать прокачивать. Чтобы они больше денег не давали. Еще потом он можно посередине немного прокачать. Как бы не очень дорогая прокачка, но будет очень полезная. Так, 30 тысяч. Друид, давай сразу же всех тут уничтожь. О, реально, он сразу же уничтожил. О, тут, кстати, как будто вот мест для... Дуа, тут место есть. Второй класс пройден. Продолжаем. Фух. Даже не верится. Даже не верится. Это чудо какое-то. Так, берем, берем. Больше денег. Что тут? Давайте. Какие медленные... Державли. Давайте, ускорьтесь, пожалуйста. Время, деньги. Класс, ну, мы теперь каждый раунд сразу же получаем, ну, большое количество денег благодаря нашим персональным надбавкам. Торговым судном. Точнее уж. А до следующего босса уже 6 раундов. Что-то быстро, на самом деле. Так. Сюда бы лучше вот так поставить. Плюс, давайте сначала... Я вот так поставлю. Вот так. И вот здесь можно уже поставить нашего подводника. Просто здесь мы будем прокачивать флибустеров других видов. Чтоб потом создать парагона. Если мы доживем до него до начала... Ну, ладно, я надеюсь, что все доживем, поэтому... Я буду оптимистом в этой ситуации. Так. Будем дальше сейчас прокачивать наши рынки. Вау. Это было круто. Сразу же так много рынков прокачали. Это реально здорово. А так-то неплохо они нам уже принесли, смотрите. Каждый из них прям здорово. Можно им еще вот это попрокачивать. Конечно, не всем мы это сделаем. Ну-ка, мы сделаем, то мы сделаем. Потому что дополнительный урон. Причем это не маленький будет. Так. Хотя, блин, может, стоит еще огненное прокачать. Огненное, вроде, тоже классное. Хотя, ладно. Все. Мы сейчас фокусируемся немного на другом. Как минимум на том, что у нас босс уже через два раунда пойдет. А мы, я думаю, пока что не очень прям так к этому готовы. Нам бы тут вечный отвар прокачать. Может быть, сейчас будем на него копить. В этом месте потом будем еще тогда ставить нашу, наш дротикомет. Он будет нам тоже очень сильно помогать. Или, наверное, сначала мы его поставим. Видно, на всякий случай, вот здесь его сделаю. У нас как раз будет и камуфляж, видите, все. Вау, 38 тысяч уже. То есть, это за один раунд, ну, столько дали. Так, вот. И, да, и как раз в следующем раунду мы уже мэтт поставим. Ну, тогда, мне кажется, к следующей волне мы, в принципе, готовы. Раз так, пока все у нас выходит. Итак, ду-ду-ду-ду-ду. А ура, то он хорош наносит с условием того, что еще даже не до конца вкатен. Вот потом, вот будет, вот это я понимаю, урон. Значит, нам тут и обзянутся надо, и всего я вообще. Уже голова кругом от того, сколько нам всего надо. Так. Два миллиона урона. Надо нам нанести как минимум. Это очень много. Вы посмотрите, как у нас виноградные снаряды летят. Так, ну, мы ему уже больше ста тысяч снесли. Я бы тут пока что посмотрел. Нам надо бы еще реально посмотреть, где мы можем обзяну аса поставить. Но, к сожалению, пока ничего не вижу. Но мы 250 тысяч уже снесли. Так, видите. К этому я не был готов. А тут сразу же, ого, фиолетовая пошла. О, не то ставлю. Эй, ладно, потом буду разбираться. Хотя, мы сейчас столько денег накопили, что как бы надо бы, наверное. Так, вон, пока вечный отвар этот прокачаю. Триста пятьдесят тысяч снесено. Главное, чтобы все такими же темпами и продолжалось. Так, давайте тут вот это пока вкачаем. Полностью вот это. Ой, тут на это вот и не хватает. Чтоб был такой побольше обстрела. Полмиллиона уже снесли. То есть, одна четвертая уже есть. Так. Конечно, довольно-таки страшно, если честно. Ну все, ладно, так. Идем дальше. Да блин, как жалко на самом деле. Ладно, вот сюда поставим. И здесь мы будем прокачивать обзяну Аса. Если что, ему отдельную деревню потом поставим. Так, семьсот тысяч снесли. Главное, такими же темпами все продолжать. Не останавливаемся. На достигнутом. Так, это вот опасно. Я их очень боюсь, вот эти вот. ДТТ. ДТТ это прям для меня страх невероятный. Восемьсот тысяч урона уже нанесли. Как же все-таки это долго происходит. Так. Нам бы тут, чтобы еще новый раунд начался. Нам дали бы деньги. Так. Все, нам хватает. Налетающую крепость. Теперь она тоже будет еще хорошего урона наносить. А что скилл не используется? Вот, наконец-то. Так, и первый миллион урона мы нанесли. Наконец-то. С учетом того, что сейчас еще как бы тут друид. То есть ему он еще урон сам-то не наносит. То есть если был бы тут еще друид поблизости, у него уже бы еще меньше было бы хп. Так, вот тут все используем. Я бы еще хотел поставить снайпера, потому что тут у снайпера вроде бы есть особенность. Сейчас даже давайте вот сюда куда-нибудь. Во, и полностью наверх. Что вроде бы по маабам больше урона будет наноситься. Или вообще по летучим этим. Поврежденный мааб останавливается на более длительное время и получает дополнительный урон от любых других атак. То есть если так посмотреть по логике, то все атаки должны ему больше урона наносить. Так, давайте тут пока еще вот прокачаем, чтобы больше денег получать. 800 тысяч у него хп осталось. Как же опасно. Ну сейчас еще уже на подходе к друиду. Вот это вот меня единственное, что успокаивает, что сейчас как друид возьмется, а он вроде бы уже взялся. Или я не знаю. И сейчас пойдет большой... Не, а друид еще пока не бьет. Ну вот сейчас, как он начнет, так пойдет дикий урон по нему. Я на это надеюсь всей душой. Пожалуйста. Ну когда же до него уже дойдет? Посмотрите. Он все другое и другое бьет. Во, все, пошло. Так. Используем скиллы. Так, главарь пиратов нам тут, конечно, надо. Все, натыкал. Полмиллиона. Полмиллиона хп у него осталось. Так, это тут опасно. Тут летит что-то мне не нравится. Теперь мы будем копить на нашего парагона. Наш наварх морей. Где курсор? А, вот все, нашел. Опять потерял. Все, опять нашел. Как жить, когда тут такое творится? И, видимо, в следующий раз, если будем сражаться против босса, я начну уже использовать эти способность, там, где маленькие шары. Так, фу, очень страшно только что было. Ну, к счастью, мы справились. 150 тысяч хп у него осталось. Совсем немного. Так, и что, и что, и что? Так. Так. Фух, уничтожили. Я не верю. Третий класс пройден. Наконец-то. Так. До следующего у нас 5 раундов. Всего 5 раундов. Совсем чуть-чуть. Так, нам надо поставить деревню сюда, чтобы у нас тут тоже видел камуфлированные шары. А для нас? Или она и так видела? Не, вроде бы она не видела. Так. Ух, что-то я вообще в шоке сейчас вижу в полнейшем. Так, у нас он нанес 126 тысяч, 54 тысячи. Вот они еще все тоже понемногу. Точнее как, по нормальному количеству понанесили. Торговое судно где-то. Но оно не так много. Может быть, если мы вкачивали на огненные, было бы еще больше урона. Но как минимум, если так посмотреть, то они в общей сложности нанесли больше полумиллиона урона. Еще сейчас как раз таки времени мало пока есть. Они еще понасобирают. И когда мы создадим парагона, будет очень классно. Будет прям невероятно классно. Я надеюсь, что это нам очень поможет, потому что как-никак дротикомет почти миллион урона. Друид сколько? Один миллион шестьсот тысяч. Обезьяна газ тоже уже под миллион нанесла. Хотя мы ее очень поздно поставили. Мы ее позднее всех вот этих вот троих поставили. она вот такая молодец. Все, подождите. Морской наварх создаем. Все, вперед. 45-я степень. Ого, у меня такой еще не было. Посмотрите, какой урон пошел по нему. вот это я понимаю. Так, скиллы используем. Вы понимаете, первый миллион мы уже отняли. Укрепленный. Офигеть. А укрепленный, ну что, он может забирать укрепленный, нет? Они такие живучие. Или я чуть не понимаю. Да, ну мы их сейчас все уже пробили. Только пробили, тут уже новые вылезли. Пипец тут творится. Я тут в шоке. Лучше, знаете, тут немного подстраховаться, пожалуй, а то что-то мне реально очень страшно. И давайте тут еще на всякий случай вечные шипы поставим, чтобы они копились и все. И были. Ой, нам тут идеально как раз денег хватило, на удивление. Сколько тут летит и укрепленных, и все. Вы посмотрите. Но самое крутое в том, что они немного пролетели. Реально ведь немного. То есть, о, он может забирать укрепленные. Это что-то с чем-то. То есть, на вархмарей, ой, блин, на вархмарей, вулунариус сделал всего один небольшой круг. То есть, он даже еще одной трети карты не прошел. А у него уже столько хп. Блин, это вообще это максимально здорово с учетом того, что у него уже осталось два с половиной миллиона здоровья. Пока я так говорил, у него там еще убавилось. так. И будем стараться вот последнему классу еще накопить на парагоны вот это вот. Вот это вот. Обезьяна ниндзя наша любимая. Ну как, вот если на вархмарей, его действительно легче будет, ну, было сделать, потому что на этой карте мы его прям использовали. мы использовали очень много флебустиеров. Они нам очень сильно помогали и очень сильно были нужны. А тот же самый этот Обезьяна ниндзя, она была нужна тоже, но она в самом начале, а потом как-то все. Тем временем у лунариуса осталось полмиллиона хп. Сейчас убьем вот этот класс и будем смотреть сколько у нас наварк нанес урона за этот бой. А нанес он, конечно, очень большое количество урона, в этом я не сомневаюсь. Побежден четвертый класс, офигеть. 11 миллионов урона, он им еще 77 тысяч успел дать. Я в шоке. Так, давайте тут закроем. Подождите. сюда бей. Сюда стреляй. У нас есть целых 12 раундов. Целых 12 раундов и это меня очень радует. Давайте я тогда тут пока поставлю, чтобы они у нас урона наносили. Также я им добавлю алхимика. Пускай прокачиваются. Блин, наварх. Спасибо, что ты есть. Чтобы вот знаете, хоть какой-то урон у них рос. Чтобы мы когда создавали парагона, он не был таким самым обычным. Да, блин, я не на тебя опикаю. Вот этого все очень плохо. Там видимо скил надо ее знать. Но у нас наварх не дает никого уничтожить. Он сам всех забирает. 45 степень это вообще очень круто. А тут еще посмотрите у нас вечных шипов накопилось немало. Это обзянный ниндзя 200 тысяч нанесла урона. Блин, а нам надо еще 600 тысяч. Я уже даже сомневаюсь в том, что мы на накопим. Если что видимо будем продавать другие башни. Например этого подводника можем прямо сейчас продать. Потому что он какой-то бесполезный. Он реально бесполезный. Друид 2 миллиона урона. Обзяна ас. Да тоже 2 миллиона урона. Она уже друида обогнала. Почти. Дротикам конечно не так много урона донес. он тоже очень большой прям молодец. Обзянный ниндзя тут всего 42 тысячи. О! А тут 100 тысяч. Когда она так успела? Это видимо за скилл который я заюзал. Если да то это классно. То есть у нее начал нормальный урон расти. Но эта обзянная она далеко очень стоит у нее ничего не растет. Если что то как раз можем перед появлением последнего босса просто все вот эти наши рынки продать. Они нам тоже добавят немалое количество денег. есть тут что 18 тысяч 36 72 тысячи 72 тысячи 144 тысячи 214 тысяч у нас будет если мы продадим вот эти наши все рынки. а так то немало денег поэтому нам скорее всего хватит на прогон не такого сильного но хватит. Правда блин было бы прикольно знаете его поставить прямо на него чтобы так вот что-то эпичное выглядело. Так анавар маринам тут еще и 112 тысяч добавил. Еще 11 миллионов конечно он нанес. Так давайте тут смотреть туда как у нас 40 миллионов надо ему нанести это какая-то невероятная сумма конечно она вполне реализуема так давайте тут продавать начнем так если мы тут еще продадим то нам желательно скорее всего еще что-нибудь продать надо будет так пока что нам этого недостаточно ой какое-то блин может я рано продал мне что-то в голове такая мысль зародилась потому что там еще минимум 50 тысяч недостаточно или надо может друида продать потому что друид уже не такой сильный ладно давайте реально друида еще продадим то есть он уже реально не так хорошо нам помогает плюс вот это ой мага не прокачал давайте обезьяна ниндзя вперед шестая степень но нам тут не важна прям степень конечно это тоже зависит от урона влияет но главное что он и так будет очень много урона наносить посмотрите уже 700 тысяч уже 800 тысяч он будет вот так вот печатями заставлять блин классно наварок морей 20 ну уже 23 миллиона урона он все наносит и наносит без остановки так мы уже снесли практически 10 миллионов из 40 неплохо идем идем продолжать блин он не того забрал я хотел укрепленного давайте выберем цель прочная так чтобы может быть он тогда будет своими захватами брать самых сильных что нам и надо так курсор потерял скилл завязал нормально так 26 миллионов у лунариуса уже не так много уже не все 40 так я жду когда появятся эти укрепленные шары чтобы на них завязать эти скиллы я не понял на кого он использовал по-моему он реально использовал на укрепленного одного если это так то это прям очень здорово фух 22 миллиона хп уже не так много уже практически половина блин а он так далеко прошел если честно уже если так посмотреть да что-то меня это настораживает начинает да он укрепленный забрал за что ему спасибо так затем мы справились стреляем дальше не по-моему мы должны справляться потому что у него уже остается меньше 17 миллионов хп а мы продолжаем самое вот крутое что у наварха прям такая вот ну он может бить везде стрелять повсюду наносит очень большой урон 38 миллионов урона я в шоке это реально что-то что-то нереальное извините за эту автологию но других слов просто не находится продолжаем продолжаем так пока скилл наварха не буду использовать ждем появления следующих укрепленных шаров чтобы на них конечно же это использовать чтобы сразу же себе облегчить жизнь последние 10 миллионов хп так урнем скилл забрал какой-то шар надеюсь это правда укрепленный потому что чуть не видел так тут опасно укрепленные все они пропали все уже ничего не опасно 8 ну уже почти 7 миллионов хп так как у нас тут дела у него смотрите почти 10 миллионов урона это тоже это очень много то есть это намного лучше если мы их оставляли по одиночке урон прям невероятный так последние укрепленные понятно наварах решил других захватить 50 миллионов урона он почти нанес ой 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 тут прямо опасно посмотрите а все афкшит все дальше вы не пройдете у нас еще есть вечные шипы последние 2 миллиона 2 миллиона хп у навараха ой не у навараха у блунариуса 2 миллиона хп так мы победили мы справились я не верю блунариус побежден шаров пробито 76 миллионов денег получено 1 миллион 800 тысяч пробито мап 10 тысяч использование способностей 105 обезьяна звезда конечно же наш наварах 53 миллиона это что вообще за сумма такая наконец-то медальку получил вау сколько тут всего дали я в шоке мы его победили наконец-то все идет нормально блин ну даже почти новый уровень апнули все вот она медаль с элитным боссом сразились жалко что тут что-то не дали вот здесь достижение какое-нибудь было бы прикольно а то заслужили такая битва была жесткая а на этом я наверное буду заканчивать серию я надеюсь что она вам понравилась ставьте лайк подписывайтесь на канал это была очень элитная битва а с вами был Диктофон всем удачи и всем пока пока удачи